Ну что же, вуаля, третий в списке партнеров, который выпустит видеокарточки с защитой LHR против майнинга, у нас выступит Zotac. Поэтому, салют пипл, с вами Хьюман, и мы начинаем. На платформе Weibo Zotac официально уже подтвердила нам то, что они выпускают новую, ну не то чтобы линейку, а скажем так, ревизию видеокарточек RTX 30 серии, но непосредственно RTX 3060. Да, официально компания пока что не заявила нам о том, что она будет с технологией LHR, но есть другая платформа, называется она Expreview, либо же Expreview, и вот там у нас четко указано о том, что все-таки эта видеокарточка от Zotac будет иметь защиту LHR. Согласно даже списку карт, Zotac обязуется также еще сделать у нас приставочку для опознавания и развлечений видеокарт предыдущих, скажем так, тиражей, и у них будет пометка GE, а также G. Я так понимаю, что GE называется Gaming Edition, это очень схоже, как у нас сделали до этого Galaxy, которые написали FG, то есть 4Gamers. Они хотя бы идут в этом плане с обозначениями, потому что тоже Gigabyte, к сожалению, пока что без пометок. Что, кстати, конечно, может обрадовать геймеров, потому что если они купят видеокарточку с LHR, ничего с ними плохого не случится, как играли в игры, так и будут играть, ну только в частности, если вы еще и майните. А вот для майнеров здесь уже большой вопрос, вы можете купить видеокарточку, естественно, явно не по розничной цене, как это показывает нынешняя тенденция, как это видно с предыдущего видоса, что пока что нет причин надеяться на то, что цены снизятся. Ну и в итоге вы будете с карточкой, которая плохо майнит, и тут несколько вариантов развития событий, либо вы сами ломаете или ждете взлома, если это произойдет, ну либо же придется манить на пониженных в два раза, скажем так, скоростях их хэширования, вот, ну либо же скидывать на вторичку. Здесь, кстати, мы развивали интересный вопрос по поводу того, что может произойти в этом случае с ценниками, я думаю, под конец видео мы это чуть-чуть обсудим. Есть еще одна приятная новость непосредственно от самой Nvidia, которая четко дала понятие и заявила, что старых амперов больше у нас не будет, то есть те графические процессоры, которые не имели ограничитель майнинга, они уже выпускаться не станут, во всяком случае, по заявлению Nvidia, сейчас будут новые GA, которые с LHR. На самом деле тенденция сейчас со всей этой движухой с защитой LHR намечается интересная, уже три партнера подхватили все это дело, два из них уже помечают видеокарты с LHR они или нет, плюс к этому подключается еще и, скажем так, Founders Edition от Nvidia, посмотрим, что из всего этого будет, потому что таким образом неплохой хайп получается. Единственный момент, который мне не нравится, то что компании не подкрепляют непосредственно числовыми данными LHR. Понятно, что LHR и в Африке LHR, и те данные, которые нам дала в свое время компания Galaxy, явно можно интерпретировать также и на Gigabyte нынешний, и на Zotac, и в принципе на Nvidia, который анонсировал. Но с точки зрения репутационной, с точки зрения четких данных, это было бы неплохо, либо хотя бы продублировать, либо же сделать свои. Ну и то, о чем мы рассуждали с ребятами в комментариях в предыдущих видосах, есть очень интересная вариация развития событий. Допустим, у нас выходят видеокарточки RTX 30-й версии, 30-й серии, я имею в виду, все, кроме RTX 3090. Короче, повальность LHR, мы знаем, что защита в софте, и знаем, что защита непосредственно через камень. Развитие событий. Значит, геймеру, неважно, сейчас не берем ценники, геймеру абсолютно плевать, получает он эту видеокарточку с LHR или нет, неважно, от какого у нас партнера, карточка RTX является карточкой RTX, и вот что делать при этом майнеру. Потому что есть, в принципе, адекватные люди, которые, ну, скажем так, они не скупают по 20 тысяч видеокарт и майнят большими фермерами. Нет. Не суть. Майнер покупает, видишь, что видеокарточка с защитой, что ему делать? Значит, либо ждать взлома, неважно каким образом, как-то там скальпировать или в виде софта перепрошиваться, либо же майнить то, на чем есть. Потому что, опять же, говорю только за эфириум, потому что есть и альтеркоины, которые, я думаю, что можно будет спокойно манить, даже защита от эфириума, это вообще, как бы, не имеет значения. Все зависит от того, цена-качество, как говорится. Вот. Но, допустим, если нас это не устраивает, что мы делаем? Мы скидываем карточку на вторичку. По большому счету, что если мы понем... Мы не будем долго ждать. Мы не будем долго ждать обновления, слома защиты и так далее. То есть, нам не выгодно. Нам нужно, чтобы деньги работали. Во всяком случае, так бы делал я. Так вот, мы скидываем это все на вторичку. И тут вопрос цены. Потому что были комментарии о том, что никто не будет покупать, люди не такие глупые, чтобы покупать эти видеокарты в 3 дорого и так далее. Да, но нет. Перед тем, как мы скидываем на вторичку, нужно понимать, что у нас находится в официальных магазинах, есть ли видеокарты. Если, допустим, видеокарточка есть гипотетически, 30-60 в магазине стоит там 1200 баксов, мы ее перепродаем за 1000 и ее в любом случае купят, потому что это дешевле. Вот. Если в магазине нету, и мы видим, что на вторичке таких умных, как мы, тоже хватает, и они там скидывают, допустим, видеокарту за 2000 долларов. Ну, потому что дефицит, и потому что, по большому счету, новое. У нас есть чек, у нас есть гарантия. Гарантия там сколько? Полгода, год или больше дается на видеокарту и остальную периферию. Мы этим можем пользоваться. И все равно люди будут покупать. То есть, развитие событий может быть разное, и это одно из самых реалистичных, причем даже в какой-то мере выгодных для всех. Ну, это мое мнение. Пишите свое мнение в комментариях под этим видосом. Пообсуждаем и эту ситуацию, и разные, и вообще, что вы думаете за весь этот хайп на LHR от Nvidia и от всех партнеров. Ну, а с вами как-то с Double Human. Кайфовой вам игры. Продолжение следует...